Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для огородников и садоводов. Сегодня снова буду говорить о петунии, а именно, как затормозить рост петунии принудительно, чтобы она не разрасталась. Это, конечно, парадокс. Чаще всего спрашивают, как можно ускорить ее рост, чтобы она была пышнее, больше. Но иногда бывает ситуация, когда рост петунии нам нужно наоборот затормозить. Вот, например, если я живу в сибирском регионе и мы высаживаем только в июне, но нам хочется, чтобы она сразу зацвела, то есть, чтобы она была взрослая. Но если она будет взрослая, вы понимаете, что она будет объемная, такая пушистая и займет много места под лампой на окне. Я вам сейчас вот покажу. Вот у меня петуния одного посева. Вот такой вот кустик. Вот видите, большой уже такой, лохматенький. И вот он тот же самый, тот же самый сорт, тот же самый посев. Ясно, что таких петуний я могу много поставить на окно, и они не займут много места. Вот они у меня. А в ящике, которые я их рассадила, там в ящике всего 20 штучек, но они уже и так вот, уже выходят даже из границ, им уже тесно, они уже все разрослись. И иногда бывает действительно актуально вот этот вопрос, как же остановить их рост? Я делаю так. Я половинку все-таки пикирую и даю им разрастись. Они сейчас у меня, ну вот в таком состоянии. Это уже полноценный куст. И если я сейчас их дальше в полкилограммовый стаканчик пересажу, они уже зацветут. Но мне пока не надо. Я держу их в этих стаканчиках. А половину рассады я вообще не вытаскиваю из кассеты. И видите, в каком она состоянии. Она маленькая, но старенькая. У нее вот этот же возраст, как у этих питуней, но вот такой вот размер. Вы видите, они все аккуратные, как куклята, куколка и куколка. У нее большая, хорошая корневая система. У нее весь куст уже там много-много листиков. Видно, что это взрослый кустик. Но так как ей места там мало, она не дает ни пасынков, ничего, просто она сидит и взрослеет. Вот это у меня такие же взрослые кусты. Все они хорошо себя чувствуют. Видите, они темно-зелененькие, такие они не больные. Так что в кассете они могут находиться бесконечно долго. В результате у нее остается, она уже съела все, что там было. У нее, короче, остается только комок корневой системы. И когда мне нужно, я ее пересажу в большой стакан или сразу в кашпо, она сразу моментально нарастит себе зеленую массу. Вот кто хочет затормозить рост питуньи, можно подержать питунью подольше в кассетах. Она будет здесь взрослеть, но размер у нее не будет увеличиваться. Это очень удобно тем, у кого мало места на подоконнике. Туда надо и перцы, и баклажаны посадить, поставить. И для питуньи нет места. Вот выход. Не высаживайте из кассеты, держите в кассетах. Вот в такой кассете можно вырастить 150 штук питуньи и потом засадить себе весь участок. И огород, и за оградой я высаживаю везде. Ну, потому что, например, в стаканах и в больших, в полкилограммовых, 150 штук вырастить нереально. Они займут всю квартиру. А в кассете она прекрасно сохраняется. Вот сейчас я помаленьку, сейчас ее начну пересаживать в стаканчики. Она разрастется, и она зацветет именно в тот же срок вместе с теми, которые сейчас большие. Все, до свидания. Надеюсь, мой совет кому-то поможет, потому что весной как никогда нам не хватает места на подоконниках и под лампами. Питунья может жить и в маленькой ячейке. Вот в такой совсем крошечной. Они у меня в самой-самой мелкой кассете. Все, до свидания. Заходите ко мне на Одноклассники. Кто не знает, где моя страница, набирайте. Чернова Ольга, город Бийск, Алтайский край, 56 лет. Там все статьи.